В общем, ребята распиарили уже мой доклад, значит, придется рассказывать про патологию и все эти вещи. Но сначала я расскажу, кто я такой. Я тот человек, который отделяет вас от автопати, и я постараюсь долго не задерживать, и где-то меня называют капитан Деплой. Значит, на самом деле по документам я Александр Ломов, но в душе я капитан Деплой. Как меня найти? Вот, в принципе, мои данные. И мне посчастливилось работать в таких компаниях, в офисах таких компаний, как VMware, Canonical, Pivotal. Я видел, как ребята создают свой продукт, как они угорают по Continuous Integration, Continuous Test и Continuous Deployment. Называют это все общим Continuous Innovation, то есть такие хайповые слова. Значит, я, кроме этого, из Минска. Значит, и в Минске у нас есть такая организация, называется «Гру». Вы всех приглашайтесь в Минск, у нас есть достаточно ивентов. И, кроме этого, у нас есть громадный рубин в городе, и мы обязательно вам его покажем. Вот прям, как здесь вот нарисовано. Значит, «Бру» расшифровывается как «The Russian Russian User Group». И, на самом деле, название придумал Сергей. По крайней мере, Сергей его анонсировал, и это было, ну, это очень прекрасное название. Я не знаю, ты знаешь, что это значит в сленге или нет? Твой лучший «Бру». Ну, на самом деле, на Urban Dictionary «Бру» — это… «Бру». Я же не хотел это… Включай слайд. Смотрю. В общем, пока мы далеко не уехали от этого «Беларашин». Я там-то всем рассказываю, что вы что не «Раша», там, все-таки «Беларусь». Ну, «Беларусь», наверное. У вас читают «Беларашин». Ну, то есть «Беларашин». И «Беларусь». На самом деле, мы не загоняемся. Мы не загоняемся. У нас просто развитие. Ну, вообще, вот это так. Первая буква, она… Вообще, первая буква, это… Буква, очень похожа на букву «В», да? И через какое-то время, друзья, кстати, «Вишнорская рубежа». «Вишнорийская». Так что мы особо не загоняемся, у нас просто развитие идет. Вот. «Закрывай глаза» значит… Мне просто не нравится это слово. Значит, кроме этого, ребята проводили Ruby Survival Camp. Он назывался «Рубица». Это курсы по Ruby на выживание. Без «Ив-статементс»? Да. Что было хуже? То есть, зачем ты знал эти вопросы? Я приходил к ним, чтобы рассказать про вещи, которые я знаю, поделиться этим. И когда я смотрел на каких-то людей и студентов, вот серьезно, мне казалось, что они не особо представляют, что такое виртуальный сервер. Потому что они векло в херову. И когда я начал говорить про виртуальные сервера, мне показалось, что они себе представляют, что такое виртуальной реальности. Вот. И поэтому мне пришла в голову идея сделать такой доклад на Ruby. И вот сюда вот приехал. Вот. Повторение, мать, увлекание. Когда я вспоминаю путь развития того, как мы выкладываем код в облако, мне нравится думать про законы Кларка. Кто не знает, что такое законы Кларка? Это законы, которые появились еще раньше законов Азимова про робототехнику. Это законы ученого мира. Есть три закона Кларка. И если мне ничего не понравили, то вы сейчас с ними познакомитесь. Первый, он говорит про то, что если уважаемый старый ученый говорит про то, что что-то возможно, то с большой вероятностью он прав. А если он говорит, что что-то невозможно, то весьма вероятно, что он ошибается. На самом деле это очень много раз работало, как я понимаю. То есть мне очень полезны знания. Потому что в холиварах бывают люди, которые пытаются дарить авторитетам. И этот закон показывает, что об этом можно думать. Второй закон – это про то, что мы всегда должны пробовать для того, чтобы понять ограничения. Мы все время должны пробовать расширить свою зону влияния, зону комфорта. Единственный способ обнаружения пределов возможного состоит в том, чтобы отважиться и сделать шаг невозможным. А третий – это самый замечательный закон, который говорит, что любая развитая технология не отличима от магии. И то же самое происходит и в деплое, в технологиях. То же самое происходит с фреймворками. И фреймворков появляется все больше и больше. И очень сложно отслеживать. И ощущение, что каждый фреймворк мнит себя спасением. И очень сложно сделать выбор. И поэтому приходится фильтровать. Приходится пробовать выборочно. Приходится пробовать то, что ты можешь применить действительно. Давайте по порядку. Сейчас я расскажу про свой опыт в деплое и про то, куда я пришел. И я начну где-то с 2008 года, когда я был в университете. Я бы назвал это темные времена. Я тогда совсем мало знал. И я бы назвал это время «нохаб-деплое». То есть… Ну, я не знаю. Кто-нибудь так деплоил или нет? Ну, типа… Поднять процесс нохабом и сказать, что… Оно так и будет работать. Значит… В принципе, тогда в темные времена это было как откровение. И в те времена я видел у себя такой момент, что я за 15 минут могу создать у себя на компьютере блок, но при этом мне нужен целый день для того, чтобы запушить его куда-нибудь в облако и сделать так, чтобы он работал где-то там, где-то на виртуальном стяге. Тогда, наверное, было повышение. Ну… В шестом году Амазон… В шестом году Амазон… Ну, то есть… В Амазон я уже тогда… Что-то там… Нет, не в Амазон, а… Ну, в общем, тогда были… Тогда были еще там даже… ВПС-ки. Да, 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 ВПС-ки, значит. Вот. Я там… Я начал пробовать с Амазон в 2010-м. В 2009-м я пошел на работу. Был продвинутый способ нохаб-деплоя, да, значит, все развивалось, можно было поднять сразу несколько процессов, это было… Это тоже был шаг маленький шаг вперед, но, значит, это работало, и меня это вполне устраивало. Это устраивало меня, и, в принципе, это позволило мне устраиваться работать, значит, компанию, где мы использовали какие-то страны, значит, мы деплоили в AWS, и… И, в принципе, это тоже был шаг вперед, просто нужно было проходить через какие-то этапы… Этапы создания инфраструктуры, нужно было описывать то, что ты хочешь получить в капфайлах, в рецептах, в… Ну, тогда мы еще не вносили это все в рецепты, у нас все было в одном месте, и надо было натыкивать в Амазоне, создавать сервера, натыкивать в WebUI, и… В какой-то момент это переставало работать, и тебе нужно было лезть сам… Ну, тебе надо было лезть обратно в рецепты, и, значит, и пробовать это все починить, и это тоже занималось очень много времени. После какого-то времени, ну, после какого-то времени мы пришли к шефу, и это был действительно прорыв, потому что мы могли перестать программировать в… Ну, вот именно программировать свои рецепты, изобретать свои велосипеды, мы могли все брать из супермаркета, мы могли брать готовые… Готовое… Готовое решение, которое… Готовое дешевое решение. Но при этом нам нужно было постоянно смотреть на срок годности этих продуктов, потому что очень часто бывало, что оно… Продуксал. Да, да, оно действительно очень часто пропыхает, и надо следить за этим. Вот. Потом я попробовал Ansible, это мне серьезно понравилось больше, потому что… Ну, потому что оно упрощало многие моменты. Кроме этого, есть Ansible Galaxy, и это позволяло… Ну, это позволяло брать… Ну, знания других людей, и вот, и самим шарить свои знания. Это было… Это прекрасно. И логотип очень стильный. Лашок. Ну, вот. У меня на майке такая… что-то было нарисовано, моя девушка думала, что я надхист. А потом появился Хироку. Хироку – это был действительно прорыв, он превратил Deploy в очень простую команду. То есть, это настолько… Ну, то есть, мне очень нравится минимализм вот этого вот слайда. Ты думаешь про Deploy примерно вот столько. То есть, совсем мало. И тогда я думал, что вот оно, вот оно будущее, оно здесь. Но я ошибался, и пришел Docker. Вот. Пришел… Значит, появился Docker, и время разделилось просто на две части. До Docker и после Docker. И… Все про это говорили, но мало кто использовал. Я думаю, что и сейчас мало кто использует, на самом деле. Но… Но это круто. Да, но это круто, да. Значит, и мне… Я даже придумал такую вот игру слов, значит, что Ruby on Rails, теперь можно сделать Ruby on Rails. Значит, на китятах. Ну… Ну… На самом деле, просто Docker никогда не хватит для того, чтобы запустить production-grade сервис. Значит, для того, чтобы использовать Docker, нужно знать очень много, очень много сервисов. А, да. Значит… Но самый главный сервис, который приходится изучить, это Docker Compose. Docker Compose позволяет делать… Он позволяет объявлять… Он позволяет объявлять манифест, в котором ты можешь указать, какой контейнер поднять, с какого имиджа, где их сбилдить и как их соединить. И, в принципе, в контексте… Да. Как ты… Что? Продолжение. Продолжение. Да, Иван. Сережа мне запретил с кашей. Ну… Пинь тут картинку из Python. Класс. Ну… Это интернет. На самом деле, это постмодерн, смерть автора, смерть фреймворков… И это очень удобно для разработки. Да, да. Потому что тебе не надо лезть и понимать, что такое ухлаз, ты можешь просто поднять контейнер, который сделает один из твоих товарищей, и, значит, работать с ним. Ну, хватит Docker Compose. Проблема Docker Compose в том, что он запускается только на одной виртуальной машине. И скалировать можно только в контексте его. Сейчас появился… 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 Ну, то есть… Сворм. Да, появился Сворм. Сворм вроде как еще не продакшн-реди, но при этом он очень хорошо работает, и он работает с манифестами Docker Compose. И вам по-прежнему надо знать все вот эти детали. Но работу с Docker я немножко пропустил, потому что я пошел работать с такой компанией, которая называется Altaros, и я стал работать с платформой, которая называется Cloud Foundry. Значит, и жизнь для меня стала выглядеть примерно вот так. Cloud Foundry сам по себе очень интересный продукт с очень древней историей, и самый основной момент в этой истории то, что его выпихнули в open-source. И так как у этой платформы открытый код, ее могут запускать любые компании, и чем, собственно, они и пользуются. А, кстати, и другие? Да, да. То есть в Cloud Foundry очень много компонентов, и это очень интересная работа с ними, потому что они формулируют интересные ошибки. То есть ты никогда не знаешь, где выступят. И это требует определенных усилий и каких-то действий, которые тоже не типичны для той работы, которую я делал, когда я был Ruby-разработчиком. На самом деле в Cloud Foundry очень много компонентов, которые написаны на Ruby. И когда я работал с ребятами из Pivotal, я встречал людей, которые говорили, что Ruby умер. Но они сами писали на Ruby постоянно. То есть то, что они делали, они переписывали на Go системные утилиты. Единственное, то есть первое это агенты, а второе это генардики, ну, силари, которые должны были запускаться на разных системах эвакуационных. Вот. Что Cloud Foundry, на мой взгляд, дал миру? Первое, первое это, на самом деле, заимствование эваку, это BookPack. И BookPack это способ запускать предложения, о котором мы ничего не знаем. Например, BookPack это набор из четырех скриптов, все довольно просто работает. Есть Check Script, который проверяет, можно ли приложение запустить. Есть Compile Script, есть Release Script. И Compile, соответственно, комбинирует. Релиз запускает процессы. И ребята из Cloud Foundry написали такую штуку, которая называлась Cloud Rocker. Она сначала называлась Cloud Focker, но... Не ближе. Да, да, да. Значит, ребята из маркетинга очень просили их переименоваться. Значит, это интересный проект, потому что он позволяет с помощью BookPack запускать, ну, компилить и запускать приложения в Docker. Кроме этого, Cloud Foundry использует концепцию сервис-брокеров, и они сейчас эту концепцию продвигают в другие экосистемы. Например, в Kubernetes. Смысл в том, что благодаря какому-то простому веб-сервису вы получаете возможность создавать инстансы какого-то сервиса, например, базу данных. То есть, как в Heroku вы подключаете сервис, таким же образом вы сможете подключать его в Cloud Foundry, в Kubernetes и так далее. Есть, ну, благодаря тому, что Cloud Foundry очень давно работает с этой концепцией, они сделали такой унифицированный API. И сервисы могут быть разными. Это могут быть роутинг-сервисы, это могут быть сервисы, которые предоставляют сетевые диски, это могут быть сервисы, которые предоставляют базу данных простых. Но есть смешные сервис-брокеры, которые, например, могут создать аккаунт на GitHub. То есть, вы подключаете приложение к сервис-брокеру и у вас есть информация для того, чтобы встречать с GitHub API. Я видел сервис-брокеры, которые страхуют, ну, то есть, это какой-то такой сортапчик, значит, и они делали сервис-брокер, который страхует приложение от падения. То есть, если, ну, то есть, если вы подключаете сервис-брокер и ваше приложение там, значит, у вашего приложения outage какое-то в продакшене, тогда они могут как-то вам компенсировать эту вещь. Они не разорились, нет? Ну, это стартап. Еще немножко инвестиций в Google. А? Еще немножко инвестиций в Google. Да, да. Значит, кроме этого, Cloud Foundry community очень сильно в контрибьютиру в контейнеры, и они вместе с большими игроками типа докера, значит, ну да, в Cloud Foundry все используют. Ну, для того, чтобы запустить все, ну, запускать все процессы используются контейнеры. То есть, когда вы деплоите что-нибудь, ваше приложение будет работать с контейнерами. Значит, есть Open Container Initiative, который работает довольно давно, и их продуктом стал RunC, то есть это продукт совместных усилий. Ну, RunC — это первый контейнер-менеджер, который соответствует требованию OCI, Open Container Initiative. И интересный момент то, что, например, в нем можно соспендить процессы. То есть, они использовали вот эту вот криру, значит, для того, чтобы сделать, ну, возможно, остановить процесс, ну, поставить его на паузу. В теории это может помочь перенести процесс на другую виртуальную машину. Кроме этого, Cloud Foundry Community реализовал подход к CI, ну, реализовал свой CI-тул, который называется Concourse. Он выглядит примерно так, и на самом деле это очень удобный тул. Мне он очень понравился по сравнению с Jenkins. Ну, во-первых, потому что все таски и все элементы запускаются в контейнерах, что делает вообще невозможным вмешательство в работу твоих тасок. Во-вторых, это то, что весь процесс представляется в виде простого пайплайна. И, в-третьих, то, что этот пайплайн представляется в виде кода. То есть, ну, то есть, Concourse CI использует стейп-нолист. То есть, вы не можете ничего изменить внутри CI из WebQI. То есть для того, чтобы вам что-нибудь изменить, вам нужно написать код, запушить его в CI. И это, ну, это позволяет, по крайней мере, следить за изменениями кода, следить за... Какие же шансы? Битблейн можно сделать, можно понять. Есть Drone.io, он тоже в Докии. Ну, я не пробовал Drone.io, но вот этот подход мне очень понравился. Ребята из Jenkins всегда могут сказать, а у нас есть для этого плагин. Но здесь все из коробки. Из-за всего есть плагин. Ну, для этого нужно подключить. Значит, вот это логотипчик Concourse CI. Кроме всего прочего, мне нравится в Concourse CI то, как они подходят к неймингу. Это примерная схема работы Concourse CI. И вообще, Concourse — это зал прибытия в аэропорту. И здесь есть такие компоненты, как ATC и TSA. ATC — это главный компонент, это brain и веб-интерфейс. И ATC — это air traffic control, если перевести с английского, ну, расшифровать. А TSA — это ребята, которые в аэропорту проверяют, досматривают вещи. И этот компонент отвечает за безопасность, за подключение, за возможность подключить воркеры. То есть... Ну, да, да. Ну, а Garbent — они взяли просто уже готовый продукт. Кроме этого, можно... Воркеры можно подключать через интернет. Воркеры написано на Go. Его можно запустить на Windows-машине. Его можно запустить на Mac-машине. И довольно удобно. На чем держится Cloud Foundry? Для того, чтобы деплоить Cloud Foundry нужны вещи, которые позволят абстрагироваться еще дальше от IaaS, то есть от инфраструктуры. Вообще, в классике для того, чтобы деплоить Cloud Foundry используется Bosch. Значит, у Bosch есть... Ну, Bosch — это вот как шеф, только для пластера. То есть, значит, он... Bosch — это сервер, и он позволяет поднять... Поднимать виртуальные машины, значит, исходя из конфигурации, которую ты ему предоставишь. Вот. Главная проблема Bosch — это его название, потому что многие... Многие не могут найти, что такое Bosch. То есть... Кроме этого, Bosch довольно... Ну, в картине Bosch довольно сложная, потому что это не совсем стандартная работа с инфраструктурой. Да, я его попробовал, потерялся долго. Ну, а в каком году? Потому что они очень сильно... Ну, очень быстро вызывали. Да вы вызывали назад. А по графику, если смотреть? В том моменте диверсии. Да, наверное. Значит, самая интересная часть Bosch — то, что у него есть такой компонент, который называется CPI — это Cloud Provider Interface, и, по сути, это обертка на Cloud API. Это позволяет Bosch очень просто поддерживать разные виды клаудов. И, в том числе, возможность с одной установки Bosch контролировать несколько бута-центров. Несколько видов клаудов. На NAS уже переписали? Да. На NAS уже переписали? На NAS, да. Он уже на Ruby. Да, он был на Ruby, но его переписали на NAS. Теперь NAS.IO — это отдельный продукт, который там... Сделали, по-моему, отдельную компанию, которая его продвигает. Значит, на самом деле, как я сказал, Bosch очень быстро эволюционирует, благодаря тем подходам, которые они используют в разработке. И вот этот логотипчик — это неформальный логотипчик Bosch. И, кроме этого, есть Juju. То есть, есть теоретическая возможность задеплорить Cloud Foundry с помощью Juju. У Juju та же самая проблема с неймингом. Но Juju гораздо, как бы, в теории, гораздо проще и красивее. Я знаю, что женщина с голой грудью, а он не приправил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я потом вброшу эти слайды. Зря тебе вставляли ее туда. Это все Google. То есть, это... Это ты так думаешь. Значит, вот этот интерфейс Juju, и каждая нода в этом графике представляет собой виртуальную машину, которая будет создана. Juju позволяет настроить эти машины, нажать кнопочку deploy, и все появится в облаке, которое вы выбрали. В теории все очень просто, но на самом деле Juju очень часто ломается. Та же самая проблема, что и с шепом. Эти ноды называются charm. И charm очень часто с истекшим сроком годности, потому что технологии идут вперед, а charm поддерживаются какими-то командами, которые не успевают себя поддерживать сразу. Или просто были один раз написаны для... На попробу. Да, для того, чтобы попробовать. Но запустить Juju довольно просто. Нужно запустить несколько команд. Еще один момент в Juju, то что в Juju разрабатывается команда economical, и единственная операционная система, которую вы сможете использовать при deploy, это Ubuntu. Нас это не особо тревожит. Здесь я собрал относительное сравнение этих всех инструментов. Если кому-то интересно, это будет в слайдах, которые опубликуют позже. И я перечислю практики deployment, которые мы использовали для того, чтобы использовать Alphandry. Первое – это канонирование. Это то, что при деплое мы используем несколько... При апдейте или при деплое мы используем несколько инстансов, которые обновляются, и если они запустились нормально, то мы продолжаем апдейтить все остальные инстансы. И интересный момент, который стоит знать, это то, что эта практика применяется не только при деплое, есть такое понятие как свидетельство канарейки, и оно означает наличие какой-то записи, которое свидетельствует об отсутствии какого-то действия. Например, в Соединенных Штатах компаниям запрещено оглашать вмешательство ФБР в их дела. То есть, если ФБР пришло к начальству компании, компания не может про это рассказать. И поэтому в License Agreement очень часто помещают такой пункт о том, что ФБР не приходило в эту компанию. И когда этот пункт пропадает из License Agreement, это намек на то, что ФБР обратилась за какими-то данными. Это, собственно, называется свидетельство канарейки просто. И есть информация о том, что в 2013 году в Apple License Agreement эта строчка пропадала. Так что, если вы до 2013 года занимались какой-то деятельностью с помощью Apple. Кроме этого, есть такая штука, которую называют Blue-Green Deployment. Ее называют Red-Black Deployment в других местах. Идея в том, что деплоится полностью сервис отдельный и с новыми фичами, с новым функционалом. И с помощью роутера перекидывается трафик на новый environment. И это позволяет достичь Zero Downtime Deployment. И, кроме этого, использование Continuous Integration спасает отключевые рутины. Вот примеры интересных продуктов. Кто-нибудь видел, пользовался Spinnaker? Нет? И слава Богу, потому что он написан на Java для джавистов. Это продукт Netflix. И он очень интересно интегрируется с остальными продуктами Netflix. То есть это такая шина, в которую вставляются остальные продукты Netflix. Которые там билдят имиджи, которые тестят деплойменты и прочее. Кроме этого, в основном во всех деплоймент средах используется такой подход, как Immutable Server. Вы слышали про этот концепт. Можно сказать, что Immutable Server – это вариант, когда вы запускаете сервер с нуля. И в нем уже есть все, что нужно доработать. Прекрасной иллюстрацией является Docker. И в них есть другие инструменты, которые могут это делать. Кроме этого, очень интересно всегда смотреть, как ваши сервисы падают. И это позволяет определить слабое место. И самый известный продукт называется House Monkey. Но есть очень много других. Там есть House Lemur, House Loris. Разные другие животные. Что у них с названием? Ну, это животные. Нет, я понимаю. Они обожают хаос. Они обожают хаос. Хаотичный линия. Я понимаю, что можно было гораздо лаконичнее назвать, например, можно было назвать волшица. Обезьяна с гранатой можно было назвать. Это тоже понятно. Я просто призываю. Логотипами все стоят. Ищутся комбинации ГВВ и снизу подпись. Значит, также очень популярный подход architecture as a pod. Это подход, при котором мы объявляем архитектуру как какой-то код, который мы можем запускать. И он будет инфраструктуру уже имеющуюся подгонять под наши требования. Есть также разные способы объявлять информацию про инфраструктуру. Это может быть декларативно, может быть императивно. Причем императивный способ, по-моему, не совсем подходит, потому что он позволяет, например, создавать сервера в цикле. И это может привести к банкротствам компаний. Куда это все приведет? Это в ад. Нет, это приведет к тому, что программисты станут думать еще меньше про деплой. Должь меньше. Ну ничего, я ошибаюсь. Думать вообще? Я стал думать об этом. На самом деле мы пришли к концу презентации и вы можете задать вопросы. Отчеток решил прийти с шефом на Ansible? Ну там я понимаю, где Мулфанда. То есть я Мулфанда только делаю, и все. Проще было. То есть проще запустить сервис, который тебе нужен. То есть у тебя есть специальная команда, которая необходимые роли вытащит из Ansible Galaxy. То есть это отдельная команда. И ты можешь уже эту роль использовать для того, чтобы запустратить свой бизнес. Я так понял, он проще, если полноценный шеф, то есть супервизор или шеф соло. Да, да. То есть шеф соло, на мой взгляд, гораздо сложнее, чем... То есть тебе нужно написать кутбуки. Ну то есть тебе нужно по крайней мере один кутбук написать. А тут кто тогда пишет Ansible кутбуки? В Ansible ты можешь роли вытягивать из Ansible Galaxy. То есть есть специальная команда, по которой ты можешь сказать... Затащи мне на компьютер все роли, которые мне нужны для того, чтобы установить пасгресс. И потом запустить команду, которая просто устанавливает этот пасгресс. То есть это две строчки в баше, и тебе не нужно писать никакие кутбуки. То есть они просто предоставляют уже готовое решение? Да, да. Так в шефе же тоже не надо. Ну да, если поставил кутбуки вперед, то есть... Так тебе надо его... Ну то же самое надо. Ну да, то же самое, но при этом тебе нужно... Ну то есть, по-моему, подход с декларативным объявлением того, что тебе нужно, он гораздо проще вынимается и гораздо проще... В смысле, ну подожди, ты же можешь так же самое в шефе сказать, что мне вот на эту моду вот эту роль и передать просто параметры. Ну все, и он поставит пасгресс, как надо. Шеф прекрасно будет работать, если, например, ты будешь тестировать кутбуки. То есть вот если вы пишете кутбуки, то ли тестируете или нет? Да. То есть вы пишете кутбуки, то есть китчены. Нет, я, например, пишу китчены. Это очень удобно. У тебя сразу тестируется, ты проверил, можно там бунтово. Ясно. Ну вот для меня Ansible гораздо проще именно в плане вот... То есть, понимаешь, это такая же самая разница, как Docker или LXC. Ну то есть вот, ты можешь просто сделать с одной командой в Docker, то есть, но в LXC тебе придется узнать больше и тебе придется больше выполнять. Слушай, а... Но Ansible, например, извини, пожалуйста. Но Ansible ты, например, не можешь использовать там, как... у тебя нету, ну, метадата, ну, storage, у тебя... Ну, то есть, ну, Ansible гораздо проще для более простых вещей. Например, ну, то есть, если тебе нужно что-то попробовать, чтобы запустить, это гораздо проще. Это для Docker. Ну, да, для того чтобы установить Docker там или... Нам Ansible нужно, чтобы как бы сервер настроить. Да. Есть именно две капистраны, и там много всяких кастомных задач, которые там что-то делают. Угу. А Ansible он умеет делать, например, запускать какие-то рейт-таски? Ну, Ansible тебе поставит какую-нибудь мониторинг систему, типа Monit, и в нем... Ну, то есть, это все равно тебе придется вписать плейбук, в котором ты скажешь, что мне нужна роль Monit, ну, для того чтобы... Тебе поставить там какую-нибудь базу данных, потом зайти сюда эту таблицу, потом еще то, что... Да, 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 да. Тебе все равно это придется вписать, но, на мой взгляд, писать проще. То есть, попробовать стоит. Ну, Ansible — это что? Там UML файлы и Python? Да. Нет, там просто YAML файлы. А как можно скрипт написать на YAML файле? Ты просто скрипт кладешь рядом, ну, где-нибудь в репозитории с плейбуком, и говоришь Ansible, что вот у меня есть скрипт, его, пожалуйста, на этом сервере спустим. И там опять идет баш. Ну, да. То же самое. То же самое. Да, да. 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 А как вот обстоят дела с community, вот Ansible, Share? То есть, какова ситуация вот с заброшенными кокбуками? Ну, тот же кокбук, Share, там проблема engines. Есть engines, есть engines, passenger, там свои плюсы и минусы. То есть, тот же PostgreSQL очень долго нельзя было поставить, там 9.5 или 9.6. Нет, там можно было поставить. Ну, надо было 10 типа атрибутов там писать. Ну, да. То есть, есть заброшенные кокбуки. Как вот с этим обстоят дела с Ansible? Я стал пользоваться шефом еще до того, как нашел шеф-супермаркет. То есть, вот, я не уверен, если в шеф-супермаркете, но в Ansible Galaxy есть возможность рейтить кокбуки. Нет, ты тоже есть. Нет, и есть, но все равно не часто. То есть, просто надо этот вариант, в общем. Ну, да, да. То есть, особенно, если много ты ставишь на различного сафта, и есть нюансы. Я думаю, это такая же ситуация. Ну, да. То есть, ситуация очень похожа. Единственное, что тебе нужно писать меньше, ну, на мой взгляд, тебе нужно писать меньше кокбук, но меньше кокбук. Просто пишешь не на руки, а на шею. Ну, а... Не на шею. Ну, наявле. Ну, наявле. Ну, наявле, что ты решил написать? Ну, да. Просто тебе придется использовать. Еще раз сказать. Такой вопрос. А с Amazon для Android нет? Нет. Нет, не работал. Это как бы новая тема. Стал функцией. Ну, вот сейчас в Cloud Foundry делают такой сервис, который запускает callback, но я не работал с этим. Ну, идея очень простая. Ну, довольно простая, но... Да. А когда имеет смысл начинать использовать Cloud Foundry? Ну, вот когда мы делали демо для клиентов, в основном рассчитывалось на инфраструктуру, например, на AWS, которая будет стоить где-то 2000 долларов в месяц. То есть, это вот такой, по вот 1800-2000, это установка Cloud Foundry с high availability, с дудированием сервисов и так далее. То есть, там, минимальным каким-то количеством сервисов, типа MySQL, Postgres, MangaDB. И если сравнивать с, например, Kubernetes... Кстати, вот на Bosch есть проект, который поддерживает Google, который использует Bosch для того, чтобы деплоить Kubernetes. И Kubernetes такая же по конфигурации, по ресурсам установка, она будет стоить где-то 1400 долларов. Вот так вот. То есть, если... Ну, Cloud Foundry имеет смысл использовать, если у вас очень большая компания, очень много отделов, в которых нужно организовать self-provided services. То есть, чтобы был начальник отдела, который мог создавать сервисы и раздавать их в бизнес, чтобы они не ходили к DevOps, там, не просили, не кляншили постоянно... Кроме этого, Cloud Foundry используют для того, чтобы улучшить процессы компании. То есть, для того, чтобы проще стало деплоить и обслуживать проекты. Потому что они увеличивают уровень абстракции и проще смотреть... Так, надо его куда-то выкатить. Так. Ты приходишь, менеджер, слушай, мне нужна машина, чтобы у неё там... ну, абстрактная. Мне нужен сервис. Куда я могу выкатить сервис, который используют там, Radies и Postgre? Тебе такие, на, вот деплой туда, или пушай, или как-то. Всё, ты пушаешь, у тебя уже там всё есть. Дай свой паблик ключ, и вот тебе отличный сервис. А что там с билдпаками? То есть, там есть готовые решения для того, какой-то супермаркет? Билдпаки? Да. Ну, то есть, вот, в принципе, все... Круппандеры используют хероку совместимые билдпаки. То есть, и у них там целый зоопарк этих билдпаков. Есть билдпак, там, для всех известных, ну, для всех популярных технологий. В том числе, есть так называемые нулбит билдпаки, которые просто ничего не делают, они просто твой код запихивают в контейнер, и ты можешь поделить команду, с помощью которой она запускается. То же самое можно сделать для хероку. Ну, и в CloudFundry, по сути, это твой private хероку. Да, да, сервер. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя был свой собственный херок, вот, поставил в CloudFundry, и ты же также с ним обращаешься. А у Docker там докер, по сути, фермеризован? Нет, снизу у них своя система, которая называется Garden. И Garden, она работает с RunC, ну, докер сам работает с RunC. То есть, снизу там находится не сам докер, а внутренности докера. То есть, на CloudFundry ты можешь запускать спокойно докер-контейнеры. То есть, ты можешь запускать в CloudFundry и запускать докер-контейнеры. Слушай, а у CloudFundry, ты говоришь, что Pivotal его за OpenSource, и стал, как бы, там, сам Минтейнити интегрировал. Обычно, когда что-то открывается, да, как форк, есть и коммерческий форк, который дальше там, например, сами развивают. А вот кто использует, например, не CloudFundry, да, есть какой-то продукт, который коммерческий, там, закрытый, но использует этот же. А это RedHut-овский. Да, OpenShift. Да, то есть, есть такой продукт, очень похожий от RedHut, называется OpenShift. Они продвигают его вместе с проектом Linux, и, ну, в то же время есть куча коммерческих дистрибуций, которые используют в CloudFundry. От IBM, это Bluemix, от GE, это Predix, от самого Pivotal, это PCF, или PWS, значит, Pivotal Web Services и Pivotal CloudFundry. И все, что, на самом деле, на самом деле, очень многое в этих, то, что они просто берут в CloudFundry и пишут, вокруг него кинют из графита красивый UI, там, значит, где можно все мониторить. А это OpenStep? Да, OpenStep, это снизу. То есть, ты можешь ставить CloudFundry на OpenStep, на AWS, на VMware. То есть, как это Private Cloud? Да, да. Ну, то есть, есть три уровня, то есть, как это сказать, сервисов, да? То есть, есть и AS, это вот OpenStep, и Google S, и VMware, RangHD, то есть, там, Google Cloud, да? Ну, OpenStep, это реально типа КВМ-ка, а бирж и докер тоже могут устроить, да? Они этого не делают. Ну, то есть, у них есть проект, которые этим занимаются, но это все в элементарном пазе у них. То есть, ну, я когда-то про это слышал, про их желание это сделать, но не совсем у них как-то это выпускается. Угу. 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 Ну, получается, торт. У тебя... Да, да. OpenStep или WebLive? Не-не-не, железо, OpenStep. Ну да. Угу. Ну, железо, OpenStep, потом вот этот вот бош такой, тонкие слои, потом Cloud Foundry, и потом твои приложения. Стоимость поддержки вот этого? Стоимость поддержки. Хороший вопрос. Да, то есть вот у нас был как бы отдел, работало человек 15, и на проект с Cloud Foundry нужно было там три человека, два-три человека. То есть, ну, в основном это было сделано для того, чтобы, ну, не было... ну, то есть, для того, чтобы баспаса, баспаса, да, да. То есть, ну, как бы два человека... Ну, то есть, самая большая проблема для нас была, это обновление на новую версию Cloud Foundry. Это моменты, когда, ну, то есть, когда работали все. То есть, это был установлен, то есть, это требовало очень много усилий. Вот. А если вы постоянно используете одну версию Cloud Foundry, то... Ну, то есть, в принципе, вот большая команда нужна была, когда нужно было мигрировать на какой-то новый Cloud или, там, сделать гибридный депло. Оно часто ломается. Внутри. Внутри часто ломается, но оно... Ну, в основном оно ломается, когда ты делаешь апдейт. Вот. То есть, ну, если это... Самый критичный момент. Да, то есть, если это... Если оно работает, и ты его не трогаешь, оно нормально работает. Сколько по времени разворот? Ну, ты можешь... То есть, это зависит от того, что ты используешь. Если... Вот, мы работали на VMware с Faton Cloud. Faton – это линейка продуктов от VMware. Это операционная система, это их Cloud, значит, SPS, значит, это такой контроллер над... над... над VMware. Значит, и... он использ... То есть, он использовал железо таким образом, что... Ну, то есть, он отдавал виртуальным машинам 100% ресурсов, которые они запрашивали. То есть, это было дороже по железу, но гораздо эффективнее. На этом... На этих же взятиях, по-контре, это нам будет за 10-15 минут. Вот. Если использовать какой-нибудь OpenStack внутренний, который собран из... Обычных... Обычных... Властей стабильности. Властей стабильности. Властей дали работа. Я запускаю нохаб в токе, видимо. Вот. Теперь Lightning Tokyo, а потом AutoParty.